Рюноске Акутагава Паутинка Однажды Будда бродил в одиночестве по берегу райского пруда. Весь пруд устилали лотосы жемчужной белизны. Золотые сердцевины их разливали вокруг неизъяснимо сладкое благоухание. В раю тогда было утро. Будда остановился в раздумье и вдруг увидел в окне воды, мерцавшей среди широких листьев лотосов, все, что творилось глубоко внизу, на дне лотосового пруда. Райский пруд доходил до самых недр преисподней. Сквозь его кристальные воды игольная гора и река Сан-Зу были видны так отчетливо ясно, словно в глазок биоскопа. Там, в бездне преисподней, кишело великое множество грешников. И случилось так, что взор Будды упал на одного грешника по имени Кандата. Этот Кандата был страшным разбойником. Он совершил много злодеяний. Убивал, грабил, поджигал. Но все же у него на счету нашлось одно доброе дело. Как-то раз шел он сквозь чащу леса и вдруг увидел. Бежит возле самой тропинки крохотный паучок. Кандата занес было ногу, чтобы раздавить его, но тут сказал себе. «Нет, он хоть и маленький, а что ни говори, живая тварь. Жалко понапрасну убивать его». И пощадил паучка. Созерцая картину преисподней, Будда вспомнил, что разбойник Кандата подарил однажды жизнь паучку. И захотел он, если возможно, спасти грешника из бездны ада, в воздаянии заодно лишь это доброе дело. Тут, по счастью, на глаза Будде попался райский паучок. Он подвесил прекрасную серебряную нить к зеленому, как нефрит, листу лотоса. Будда осторожно взял в руку тончайшую паутинку и опустил ее конец в воду между жемчужно-белыми лотосами. Паутинка стала спускаться прямо вниз, пока не достигла отдаленнейших глубин преисподней. Там, на дне ада, Кандата вместе с другими грешниками терпел лютые мучения в озере крови, то всплывая наверх, то погружаясь в пучину. Повсюду, куда ни взгляни, царила кромешная тьма. Лишь изредка что-то смутно светилось во мраке. Это тускло поблескивали иглы на страшной игольной горе. Нет слов, чтобы описать весь безотрадный ужас этого зрелища. Кругом было тихо, как в могиле. Лишь иногда слышались глухие вздохи грешников. Преступные души, неизверженные после многих мук в самой глубины преисподней, не находили сил стонать и плакать. Вот почему даже великий разбойник Кандата, захлебываясь кровью в озере крови, лишь беззвучно корчился, как издыхающая лягушка. Но вдруг Кандата поднял голову и начал вглядываться в темноту, нависшую над озером крови. Из этой пустынной мглы, с далекого-далекого неба, прямо к нему, поблескивая тонким лучиком, плавно спускалась серебряная паутинка, словно опасаясь, как бы ее не приметили другие грешники. Кандата от радости забил в ладоши. Надо только уцепиться за эту паутинку и полезть по ней, взбираясь все выше и выше. Тогда уж верное дело ускользнешь из преисподней. А если повезет, то чего доброго и в рай попадешь, и не погонят тебя больше на вершину игольной горы, не бросят снова в озеро крови. Под бодренный этой надеждой, Кандата крепко ухватился за паутинку обеими руками и начал изо всех сил карабкаться вверх. Само собой, для опытного вора это было делом привычным. Но от преисподней до райской обители много десятков тысяч ри. Как он ни старался, нелегко ему было добраться до горных высот. Лес, лес Кандата вверх, и, наконец, даже его от такого силача одолела усталость. Не смог он без единой передышки добраться до самого неба. Делать нечего. Пришлось дать себе отдых. Вот остановился он на полдороги, висит на паутинке. Отдыхает. И вдруг поглядел вниз, в глубокую пропасть. Недаром так упорно взбирался Кандата вверх по этой тонкой паутинке. Озеро крови, где он только что терпел лютые муки, скрылось в непроглядной тьме. А вершина страшной игольной горы, смутно сверкавшая во мраке адской бездны, уже у него под ногами. Если он и дальше будет так проворно карабкаться, что ж, пожалуй, ему и в самом деле удастся дать тягу из преисподней. Крепко цепляясь за паутинку, Кандата впервые за много лет вновь обрел человеческий голос и с хохотом крикнул. «Спасен! Спасен!» Но тут же внезапно заметил, что и другие грешники без числа и счета облепили паутинку, и как шеренга муравьев ползут вслед за ним все выше и выше. При этом зрелище Кандата от испуга и удивления некоторое время только и мог вращать глазами по-дурацки широко разинув рот. «Это тоненькая паутинка, и его-то одного с трудом выдерживало. Где же ей выдержать такое множество людей? Если паутинка лопнет, тогда и он сам. Подумать только, он сам. Уже забравшийся так высоко полетит вверх тормашками в ад. Прощай, надежда на спасение». А пока он говорил это себе, грешники целыми роями выползали из темных глубин озера крови. Сотни, тысячи грешников, растянувшись длинной цепочкой, торопливо лезли вверх по сверкающей, как тонкий луч, паутинке. Надо что-то скорее предпринять, или паутинка непременно порвется, и он полетит в бездну. И Кандата завопил во весь голос. «Эй вы, грешники! Это моя паутина! Кто вам позволил взбираться по ней? А ну, живо слезайте! Слезайте вниз!» Но что случилось в тот же миг? Паутинка до той поры целая и невредимая, с треском лопнула как раз там, где за нее цеплялся Кандата. Не успел он и ахнуть, как вертясь волчком, со свистом разрезая ветер, полетел вверх тормашками все ниже и ниже, в самую глубь непроглядной тьмы. И только короткий обрывок паутинки продолжал висеть, поблескивая, как узкий луч, в беззвездном, безлунном небе преисподней. Стоя на берегу лотосового пруда, Будда видел все, что случилось сначала и до конца. И когда Кандата, подобно брошенному камню, погрузился на самое дно озера крови, Будда с опечаленным лицом опять возобновил свою прогулку. Сердце Кандаты не знало сострадания, он думал лишь о том, как бы самому спастись из преисподней и за это был наказан по заслугам, снова ввергнут в пучину ада. Каким постыдным и жалким выглядело это зрелище в глазах Будды. Но лотосы в райском лотосовом пруду оставались безучастны. Чашечки их жемчужно-белых цветов тихо покачивались у самых ног Будды. И при каждом его шаге золотые сердцевины лотосов разливали вокруг неизъяснимо сладкое благоухание. В раю время близилось к полудню. Для вас читал Мещеряков Артем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Это очень поможет моему каналу и мне лично. А вам я желаю добра и до новых встреч.